Это сладкое слово скидка. Получить ее все равно, чтобы поймать удачу за хвост. В Черную Пятницу магазины обещают, если не тотальную распродажу, то как минимум минус 30%. Попробуем проверить, насколько цены в Черную Пятницу отличаются от прежних. Возьмем три категории товара. Android он ранее стоил 14,5 тысяч рублей, джинсы стоимостью 3,3,5 тысячи и духи, они раньше стоили 10-11 тысяч. Ценник на телефоны со скидкой желтого цвета. На всех от прежней цены убрали тысячу рублей. Вот этот мы смотрели. Скидка есть. Впрочем, покупать в России научились онлайн. Это дешевле. К тому же в дни распродаж интернет-магазины включают счетчики на понижение 51, 63, 65, 67. Но как раз в это время в сети появляются фишинговые сайты, точные копии популярных ресурсов с разницей в один символ. Так, данные из личного кабинета или, хуже того, пароли банковской карты могут запросто оказаться в руках мошенников. Предостеречь от подделок смогут простые правила. На сайте распродаж лучше проверить отзывы у однодневок, их может не оказаться. Оплачивать покупки только с личных устройств, минуя Wi-Fi. Обновить или установить антивирус. И держать безопасность на замке. Внешне он очень напоминает амбарный. Видимо, так по-прежнему надежнее. Когда мы заходим на страницы, в которых предусмотрена оплата, например, в свой мобильный банк, то в браузере появляется дополнительная буковка S после аббревиатуры HTTP. То есть это расширение безопасной протокола. S означает secured, от английского слова secured, безопасный. Появляется замочек. То есть это говорит о том, что все данные, в том числе данные вашей карты, которые вы вводите на страничке, они будут передаваться в шифрованном виде. Продолжаем проверять скидки на достоверность. Джинсы невысокой ценовой категории масс-маркет. Но и здесь видим разницу. Впрочем, удивляться не стоит. 90-процентный. Обвал цен обещан только за границей. Купить за копейки в Черную пятницу можно только в Европе и Америке. Правда, заканчивается это массовыми давками и драками. У нас торговать себе в убыток не принято. И ценник никогда не опустит до уровня закупочной или оптовой цены. Такой сценарий возможен лишь в случае раскрутки магазина или конкретного товара. На самом деле цифры на ценнике в распродажу есть не что иное, как цепочка хитросплетений и маркетинговых уловок. Чтобы подловить продавца, нужно просто мониторить цены на конкретный товар примерно за месяц до обвала или воспользоваться стратегией сравнения. В снижении цены на какие-то товары, которые опять же за счет раскрутки будут заведомо приобретены покупателями, посмотреть, как ведут себя цены на другие товары, которые тоже нужны, но они не подпадают под, допустим, распродажу. То есть цена на ходовой товар в момент распродажи может быть сброшена, на другие ходовые товары, но не попадающие под распродажу, она может быть поднята, чтобы общий баланс сохранился и опять же прибыль осталась за продавцом. В парфюмерных магазинах цены сегодня действительно поделены пополам, но сегментный ряд тоже расколон надвое. Духи одинаково дорогие и сердцу, и кошельку с перечеркнутым ценником и без него. Наша рома продолжает стоить где-то порядка 10 тысяч рублей, но просто не участвует в «Черной пятнице» и все. Поэтому вот такая вот тема. Жалко. Вообще распродажа – не что иное, как способ разгрузить склады, либо избавиться от залежалого товара. На покупателя же слово «сейл» имеет магическое действие. Волшебство исчезнет утром, когда после распродажи долго ломаешь голову. А зачем ты это купил? Элина Ролем, Руслан Асанов и Руслан Срывченко. Центр новостей.